готовлю девочки ужин а решила поскоренькому отправить в нашу аэрогриль курочку курочка маленькая она как раз заходит как это называется фольгат поставим на режим курица я надеюсь что она у нас приготовиться еще у нас будут отбивные будет у нас вкуснейший ужин на завтра хоть аккуратно окончание программы 38 минут заглянем что у нас тут ухты ну что у нас у нас тут румянится курочка такая небольшая курочка сегодня муж покупал здесь кипяток отойди сторонку посмотрю посмотрю посмотришь ой но она тяжелая цена я не могу тебе одну руку сейчас я отключусь и покажу тебе курочка будет вкусненькая у нас нам гречку поставить так ну ладно что-то не справляюсь одной рукой отключусь так девочки отбивные я отбила в общем посолила поднарезала помидорки лучок нет еще продать две штуки осталось но они показались лишние не входят буду готовить на противне прошу курица готовится а надо все побыстренько мы пока дети завлеклись немножко приправки сделаю аджики аромат девочки от курицы прям вообще по всему дому идет обалденный сейчас приготовим отбивные курочку приготовим на гарнир сварю гречку наверное и рис потому что марина капустки потушить что скажешь не надо так чесночок сушеный лучок придется на начну кучу чистить у меня была целая луковица даня поел немножко все осталось тут я думала хватит может хватит понемножку хотя нет наверное а я я я я я я все сейчас заканчивают отправим духовочку так не будем резать больше луковицу понемножку сделаем помидорочки такие вот красивые сверху сырок потом сделаем противень смазала маслица красота моя хорошая девочка мама не успела днем сделать духовку отправим сейчас потом сверху сырок сделаем будет вкуснота вкуснятина данечка прижарилась что-то маленько но не подрумянились хорошо я вилочкой проверила они уже готовы мягоньки так давайте положу сразу нас на все так вот нормально будет вот 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 ой кто там у нас пищит ой кто там у нас пищит вот такой у нас ужин получился вкусненький матрика курочку хотел курочка девочки как цыпленок цыпленочек как цыпленок как голубенок хотел сказать такая вот малюсенько так приятного питье до девчонки мы будем ужинать девочки мальчики утро доброе у нас девочки утро муженек с работы приехал я вчера ужин готовил он а вот сегодня завтракает в общем и пришел он не с пустыми ручками я груди очки какой праздник саша какой праздник ты сказал какие ноябрьские морозы это в честь морозов ноябрьские что так вот такой вот бальзамчик сказал для меня 24 вида ягоды ягод и трав ягоды я еще дать не то не проснулась для глаза открылись этому чё это такое что за бутылек бальзам на душу принять жене еще вот так вот аленка сейчас чаёчек тоже налил и с чаёчком и с бальзамчиком девчонки на улице у нас ну что на улице у нас зима холодно сколько тоже градусов было минус 17 ласточку нет влад не ласточка лунная ночь наподобие ласточки наверное лунная ночь бублики бублики и кексики матрика вчера смене кексики справлял не надо мне он сказал надо свои стряпать да поздно было вчера мы уже это мы поужинали вчера это поздно бублики публики стряпать поздно эти кто не играть ну конечно это мафин делать поздновато я гуси на завтра у нас будет новый день и завтра мы с тобой постряпаем так что это ну что тебе вкусненько курица из аэрогриле вообще оказалось очень вкусной ну как покушали вчера и да не понравилось дэйка тоже поел все покушали так что такое утречка чайочек . ты замерз нож я уже собрел сурой нет 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 я не согреешься согреешься холодно надо же работать то я не буду даже работаешь то холодно вот я сейчас штучку эту съем мой раёк надо с хлебом это я не закипятила чай не кипячен ой девочки все уже шоколадка тут расход пошла шоколадка все спрятался сын это любишь сладенько он чё ешь сладенько ешь давай ешь . сделать или чай сам не надо как хочешь а мы будем чаем завтрак девочки у меня завтракаю кто чем завтракает муж мясом даня тоже мясо ел я бужарь яичницу но что-то решили мясо поесть хотя я хотела на обед но ничего готовить сегодня все равно ничего не буду сегодня день похода будет муж сегодня дома а я пойду магазин магазин девочки сходим посмотрим мебель я надеюсь надеюсь сходим что время еще утро видно будет в общем но планы будем строить зашла девчонки почитала комментарии ваши на дзене на ю тубе конечно там тоже пишут здесь у меня сейчас в общем особенно особенно любят выдумывать особенно любят строчить и конечно же ну как на это не ответить что якобы я укрук скрыла не сказала по какой причине была вызвана опека пробегу девочки кто еще не слышал то позавчера а в общем какая-то женщина из подмосковья незнакомая мне ну знакомая мне только по комментариям в общем позвонила и по видео якобы где мы оставили детей в машине она решила в общем позвонить в опеку и побеспокоить опеку а другая пишет что а я орала на всю улицу опеку я не пустила и я удивляюсь да и кстати спросила спросила когда приехал человек можно нет поснимать не стала девочки вообще тот день не снимала ролик так что ни на кого я не орала конечно же человека пустила в дом и мы очень долго разговаривали так что я не знаю чего там придумываете тем более человек у меня как бы в принципе знакомый знакомый так что я удивляюсь вот этим фантазером которые пишут и то что я сокрыла не утаила по видео я удивляюсь девочки правильно у меня один комментарий такой женщина оставила как раньше жили до раньше раньше ездили без всяких пристежек вот этих вот всяких кресел кресел всяких приспособлений детей оставляли ну да летом летом жару ребенка не оставишь а здесь зима на улице спящие дети да что мы должны делать должны и так мы как говорится выкручиваемся не знаем с собой приходится брать детей потому что детей оставлять не с кем и конечно же мы их берем с собой мы прекрасно понимаем сами это наши дети и мы не оставляем как кто-то решил что они у нас в опасности в какой опасности что им дети спят в машине машина в машине тепло придумали женщина из опеки мне сказала она посмотрела это видео ягод ничего такого не увидела но ничего она там не увидела что угрожает детям 5 секунд бегом-бегом сходили в магазин все вы видать не оставляете не в машинах нигде мы ни с кем не оставляем своих детей дамы ни с кем не оставляем но таскаем их везде с собой так что вот так девочки и писать там опять это фантазершина на сегодня виталия скажу обязательно в этот заблокировать надо эту женщину женщина ли это вообще не знаю кто это пишет выставляя якобы она там все знает до киселева приезжала опека но выставляем уже себя себя за соседку мою другие там верят подговариваются но другие такие же нормальные люди понимают что это не нормально там писать такой злостью такой желчью и я удивляюсь сочинять вот это сейчас девочки хотела сказать вспомним вспоминаю свое детство да вот про детей пишут что вот детей там оставили тут в общем такое все вот такие люди вот такие вот комментаторы если бы они были в жизни рядом жили по соседству наверное бы сразу бы бежали стучали во все инстанции и в моем детстве мою маму точно бы лишили сразу родительских прав потому что так мне было получается мы катать приехали жить восемьдесят шестом году с 86 года я здесь живу родилась и восемьдесят третьим получается брат у меня с восемьдесят шестого в общем но мы уже были большенькие мне было где-то шестой год у нас разница почти четыре года три с ним три с половиной и вот получается мама устроилась на работу на завод и в садик садик сразу у нас в общем не взяли получается на работу надо ходить оставлять нас не с кем потому что бабушек у нас здесь в общем никого у нас здесь не было и конечно же нас мама оставляла одних дома две недели две недели девочки мы сидели одни дома я это прекрасно помню момент этот потому что домик этот помню в общем как мы же мы на съемном жилье жили приехали приехали когда своего жилья не было не сразу получается не сразу жилье дали и вот это вот открывалось окно вот так дорога я всегда смотрела туда вдаль а не идет ли мама с работы и я знала девочки у меня не было никакого страха что меня оставили там с братом дома было наготовлено все и вот она нас оставляла получается была соседка бабушка в общем бабушка васса ей было 90 или около 90 лет в общем старенькая и вот она в общем разговаривала с нами через через окошко или окошко я помню открывала что-то вот так вот она открывалась створки вот две недели мы сидели дома и никакая соседка вот такая вот злы дня не прибежала и не сказал что их оставила одних потому что это было безвыходное положение я думаю много таких различных ситуаций у людей бывает жизни когда ты детей оставляешь конечно это плохо это нехорошо оставлять но через две недели получается брат пошел садик а я еще сидела неделю дома а вот сидела прекрасно смотрела телевизор скакала на кровати помню мы скакали у нас бы большая была двухспальная кровать мы на ней прыгали веселились играли мне нам было весело день пролетал мгновенно ну все равно смотрела в окошко вечером и смотришь и мамка бежит торопится и ты ты довольны душ мамка убежит уже все с сумками я всегда любила в детстве девочки заглядывать сумки всегда помню в каком возрасте потом с мужем начали жить муж тоже сумками придет завода помнишь на заводе когда работал да и не на заводе ты на железке работал шадринск ездил придет я всегда вспоминала детство город мамка приходит полный сумки тащит там что-нибудь вкусненькое вот так вот так что ситуации у людей разные порой вот так вот приходится выкручиваться ну а что с собой спящих детей магазин тащить что ли интересно интересно и сразу надо вызывать опеку сразу же до девочки так что ладно у нас девочки утро замечательное утро вот про воспитание тоже девчонки вот но это конечно другая и другая история про воспитание да написала женщина вот по комментарию скажу не буду уж там углубляться далеко про воспитание тогда как раньше как раньше воспитывали кто-то единственное все успевали ничего девочки не успевали было много детей да например моя мама мне из детства из своего детства рассказывала было много скотины за которой надо было конечно же ходить мать всю жизнь на дойке проработала моя бабушка получается работала 40 лет без выходных проходных никогда она редкий случай она ходила в отпуск она всегда работала подменяла не не ходила в общем отпуска и 40 лет она так проработала доработала до пенсии ну соответственно ну какие внуки меня конечно отправляли в деревню я к ней ездила я у нее жила была не помню как это все было маленькая там не пять лет там 44 говорю ну лет с четырех наверно меня так отправляли потому что до 3 до 3 лет мы жили там получается потом уехали сюда в катаясь и уже бабушки ездила только в гости гости ездила девочки и конечно же бабушка меня таскала по всем всем фермам в общем на ферму таскала по когда работала до яркой потом она меня таскала когда уже на конном работали в общем все детство вот так вот на ферме и можно сказать прошло ну как все но пока до школы конечно же пошла в школу там уже не так часто ездила бабушки но ездила и вот так вот росли дети а сейчас но сейчас может по-другому как-то ничего не успевали дома если человек работает с 4 допустим с 5 часов до яркой до плюс дома еще своя скотина конечно же за этим ходили там дети старшие допустим до дома надо было навести порядок и конечно же женщина имея там допустим сколько-то 35 детей до моей бабушки было трое детей и получается ничего не успевалось ничего не успевалось у меня тоже до яркой работал но полпятого на работу идет утра вечером по темну тоже приходит вот утром в 5 утра дойдет успевали ну а что ну или ну как порядок дома нанести с готовить из травмы гонять игру старшие дети мои мать младшими посуду мыло и стирала не прибирал это все это все весла на старших детях я тебе еще раз говорю я по хозяйству помогал вот скотину где-то покрыть где-то что-то я думал так потому что моя мама тоже рассказала хлеб а бабушка перед но моя бабушка ее мама поставить тесто сам тесто сама ставила правда выпекала хлеб моя мама полы и мыть и убирать это все конечно же все это на старших детях висела но у нас дети по-другому воспитывались уже как бы как говорится в хозяйстве их никто и не пихал когда я работала допустим на работе да вот мы хозяйство не держали потому что муж на работе я на работе дети в школе в садике и конечно же было не до скотины у нас в жизни были моменты разные начинали жить мы завели скотину мы ее держали потом какой-то момент снова без скотины в общем потому что мы живем девочки в городе мы живем не не в селе чтобы там как говорится хозяйство какое-то заводить такое серьезное да муж работает на физически тяжелой работе тем более сейчас смены тоже сегодня чё что как твоя смена ночная чего чего ты не ложишься спать давай ложись потому что пишешь а потом я пойду уже это позже в магазин магазин хочу сходить девчонки посмотреть в общем мебель посмотреть мне надо купить у меня тут кое-что кончилось надо будет фикс прайс наверное зайти так что вот так девочки писать тут мне как будто тем более взрослые женщины это пишут я удивляюсь что не этого всего не знают ну досадить насолить и специально как будто вот сделать ну подложить свинью так ладно девочки пока отключаются позже с вами встретимся приехали девочки мы в мебельный магазин сейчас сходим посмотрим я хочу посмотреть комоды в общем тумбочки что-нибудь так давай ручку маме кстати света чё ты идешь со мной бабка у нас машине остается мы поездили девочки платили газ заплатили это свете надо было посылочку забрать на вал бересе так что катаемся диван 58 800 диван софия так шкаф ширина 12 500 тут основного такие комоды ну-ка чё он стоит девочки я покупала комод у я его покупала за 6 сейчас он 8 700 с пеленальным столиком такой вот простенький 444 отделчика ну вот вот такой комодик 6600 так мне вот надо тумбу какую-то такую большую как это у нас что это наверно тумба такая вот шкафчики какая она в принципе вместительная 7900 цвет опять такой непонятный цвет тоже пожалуйста диванчик 48 500 мягонький не особо тут выбор то конечно такой вот комод 14 500 пожалуйста 36 тысяч 100 рублей девочки вот такой диван угловой приятный приятненький диван тоже надо выбирать смотреть на нем спать все-таки 9 200 сейчас девочки покажу вот такой комод ничего цену то слушай так вот такой вот комод цена 9 200 9 200 нечет саша цены то слушай у них его поднялись ну я еще кому-то говорю для его покупала 6 чем-то он сейчас он стоит 9 с лишним какие диваны да там вот единственно тумбочка он белый 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 с каким-то таким цветом кремовым подходящие вместительное а так ничего нету тут столы компьютерные в общем не особо диванчик шифонер шкаф 20 тысяч так это плательный отдел внизу шкафчики два шкафчика такой простенький а там цвета наверное эти отдельчики то не открыла тумбочка тут просто отдел такая тумбочка на 8 500 чтобы в ней такого простяцкая диван тоже диванчик простенький канапы 15 300 15 300 стенки кто любит стенка прага 25 плательный шкаф там наверное просто шкафчик тут телевизор можно поставить я не хочу стенку стояла у нас когда-то наподобие вот по размеру как типа модулем здесь вот такая вот небольшая мини-мини стеночка цена 14 полочки тоже под телевизор места много будет занимать в общем ничего такого шифонеры просто плательный шкаф 11 300 шифонер 36 300 лучший фанерчик ничего такой миленький 13 700 так девочки мы уже приехали домой замешиваю тесто делаю фарш в общем захотелось пельмешей домашних а с вами на этом прощаюсь девочки до скорых встреч всего вам добренького пока пока